МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы на Домской ТВ, мы продолжаем работать в прямом эфире. Сейчас поговорим о том, в каком состоянии находятся детские школы перед завершением первого полугодия, или, скажем так, как они готовы к Новому году. Ну и поговорим о том, что в пятницу на этой неделе исполнится три месяца после того, как произошла трагедия в детском лагере Виктория. В студии у нас депутата детского городского совета Анна Познякова. Здравствуйте. Добрый вечер. Приветствуем вас, Анна. Анонсирую голосование, звучит сегодня оно так. Нужно ли в Одессе сносить памятник Екатерине? Три варианта ответа. Нет, это символ города. Да, это имперское прошлое. И третий вариант нужно вернуть Потемкинцев. Очень коротко ваш комментарий по этому поводу. Снова заговорили. Я не считаю, что это актуальный вопрос на сегодня для нашего города. Есть ряд первоочередных неотложных проблем, как, допустим, меры пожарной безопасности в одесских школах. Это во-первых. Во-вторых, всегда, знаете, появление подобных провокационных вопросов, когда ситуация и так нестабильна, вызывает один основной вопрос. Зачем? Кто и с какой целью это делает сегодня? Поэтому давайте сохранять спокойствие, здравый смысл и мудрость в принятии решений. Говорим о трагедии в детском лагере «Виктория», точнее, о расследованиях. Возможно, у вас есть какая-то последняя информация. Я не могу вам сказать ничего по поводу расследования. Со стороны, вот я как депутат Одесского городского совета, считаю, мы уже говорили в этой студии буквально пару недель назад, о том, что внутреннее расследование по действиям чиновников, которые привели к этой трагедии, к сожалению, результатов этого расследования нет. С ними никто публично не ознакомлен. И вот в четверг состоится очередная сессия Одесского городского совета, на которой мы затронем этот вопрос и все-таки потребуем предоставить отчет публичный о ходе этого внутреннего расследования. Почему? Да, правда. Вот что вы ожидаете? Где он есть? У Геннадия Труханова последнее, что мы, по крайней мере, знаем, что этот отчет лежал у него на столе. Ну, я не знаю, может быть, он лежит у Геннадия Леонидовича, да? Но все-таки, согласно законодательной базе Украины, Одесский городской совет – это представительский орган, который представляет интересы одесситов. И мы, как представители интересов одесситов, хотим знать, а что было проделано исполнительной властью города в вопросах проведения внутреннего расследования. Потому что это не рядовой случай, извините, это трагедия, равных которой по масштабу я не знаю других примеров в Украине. И слава богу, я надеюсь, что такие трагедии больше не повторятся. И для того, чтобы она не повторилась, нам необходимо тщательно все-таки проанализировать, а что же привело к этому наказать виновных и сделать выводы. Если мы говорим о том, что некоторые экспертизы еще не закончены, некоторые экспертизы проходят в Киеве и не только в Одессе, это дело немножечко расходится по стране и не очень быстро идет процесс. Ну, кстати, если вот могу сразу прокомментировать, если вы говорите о том, я не вижу ничего спорного в том, что экспертиза будет проводиться в Киеве. Наоборот, на мой взгляд, это к лучшему, потому что непосредственно на проведение экспертизы не смогут влиять на местном уровне. Даже если будут попытки такого влияния, это гораздо сложнее реализовать. Поэтому как раз вот это, наверное, положительный момент. По поводу, еще очень короткий вопрос, по поводу возможного давления либо на активистов, либо на следствия. Что-то слышали? На активистов, которые занимаются расследованием, общественники расследованием дела Виктория самостоятельно? Я не могу сказать о попытках давления. То есть, наверное, более корректно задать этот вопрос активистам, оказывают ли на них давление или на органы следствия. Я все-таки считаю, что в этом вопросе мы должны руководствоваться не эмоциями, а законом. И, возможно, следствие идет не так быстро, как бы нам хотелось. Но, тем не менее, я считаю, что об этой трагедии забывать нельзя. Мы должны следить за всеми этапами этого следствия, публичными, которые доступны нам. И все-таки не допустить спущения этой темы, знаете, на тормоза, заболтать, заговорить и забыть. То есть, мы должны это помнить и действительно за этим следить. Но это ведь уже происходит, на самом деле. Ну, вот мы сегодня говорим об этом. Значит, не все потеряно. Я надеюсь, что также и сотни, тысяч, одесситов... Честно говоря, Анна, тщетность этих попыток. Послушайте, ну, возможно, нам сегодня кажется, что эти попытки тщетны, да? Но, тем не менее, только так строится правовое демократическое государство. Если система не в состоянии сама, да, там, очистить свои ряды, привести свою работу в соответствие с нормами законодательства, ну, тогда это сделает общество. Вопрос в том, будет ли это уже там как-то радикально или нет. Поэтому давайте все-таки не забывать акцентировать внимание. Спасибо вот вам, как журналистам, за то, что не забываете, поднимаете эту тему. И мы со своей стороны, вот я как представитель фракции «Самопомощь» в Одесском городском совете, мы планируем, наша фракция планирует поднять этот вопрос в четверг на сессии. И все-таки услышать этот публичный отчет. Потому что на сегодня все отстраненные чиновники вернулись к занимаемым должностям и, по сути, не понесли даже выговора. Давайте тогда поговорим о детских школах. Они также связаны с «Викторией» одной такой нитью. После того, как произошла трагедия, в детском лагере «Виктория» была создана комиссия, которая должна была осмотреть и сделать вывод, в каком состоянии в вопросе безопасности находятся детские школы. Действительно, к сожалению, знаете, в нашей стране происходит все по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Когда в феврале этого года, вот я, опять-таки, как депутат поднимала вопрос о том, что в наших школах и детских садах никто не занимается вопросами пожарной безопасности, начиная от пожарных водоемов и заканчивая внутренним оснащением, и материалами, которые используются при ремонтах. На это смотрели, знаете, так, очень, скажем так, снисходительно. Оказалось, что это не такая первоочередная тема. А оказалось, что эта тема важная. К сожалению, оказалось, эта ситуация привела к трагедии. И ситуация именно безразличия в этом вопросе. Поэтому была создана комиссия, которая обследовала абсолютно все учебные заведения, школьные и дошкольные нашего города. И я вам скажу, результаты ужасающие. Значит, практически нет ни одной школы, где соблюдались бы все нормы пожарной безопасности. Значит, я сегодня ознакомилась с данными по школам. Из городского бюджета необходимо выделить подрядка 36 миллионов гривен на устранение всех несоответствий нормам пожарной безопасности. Есть школы, в которых отсутствует огнетушитель. Есть школы, в которых никто не отвечает за пожарную безопасность, не прошли обучение, нет инструктажа. То есть есть абсолютно разные нарушения. Буквально единицы, наверное, до 10 школ нашего города имеют пожарную сигнализацию. То есть на все это... Есть более чем 100 школ в Одессе. Более чем 100 школ из них только 10. В Одессе всего 300 учебных заведений. Это школьных, дошкольных. И вот судите сами. До 5 сорвали вагонку, если говорить до... Если говорить о материалах, которые использовались родителями при ремонтах школ. Смотрите, здесь тоже такая ситуация, в которой можно долго рассуждать, кто виноват и как это произошло. До начала бюджетной децентрализации в городе, в частности в Одессе, практически не выделялись деньги на ремонты школ. Это все лежало на плечах родительских комитетов, директоров школы. Кто как мог, со своим видением проводил ремонты в классах, в коридорах, ну то есть в местах общего пользования. И, к сожалению, думали в первую очередь о дешевизне, а не о нормах пожарной безопасности. На сегодня, имея 9-миллиардный бюджет, я считаю, что особенно после той трагедии, которая случилась, этому необходимо положить конец. Так вот, 55 миллионов тех, которые по предварительной информации требуются, кстати, департамент образования еще не предоставил смету, то есть это пока что предварительная цифра 55 миллионов. Это те средства, которые необходимы фактически на текущий ремонт учебных заведений, потому что где-то были натяжные потолки, легко воспоменяющие, где-то вагонка. И вагонки уже нет, и в каких-то школах уже и натяжного потолка. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили наши корреспонденты, как раз касается детских школ, в каком они находятся состоянии. И вернемся в студию, подробно обсудим, пожалуйста. Больше ста школ и детских садов построены с нарушением пожарной безопасности. Стены обшиты горючими материалами. Об этом на обратном совещании заявила директор городского департамента образования и науки. 104 учебных заведений уже избавили от вагонки. Менять покрытие не будут. Стены зашпаклюют и покрасят. Но теперь необходимы деньги для ремонта. Сделать это собираются за счет города в период каникул. Для того, чтобы средства получили все дошкольные и школьные учреждения, нам потребуется около 55 миллионов гривен непосредственно на ремонт поврежденных покрытий и стен. Такие тщательные проверки в учебных заведениях начались после трагедии Виктории, которая унесла жизни трех девочек. Напомню, отстраненные от должности чиновники вернулись к исполнению обязанности после служебного расследования. В СИЗО остается директор лагеря Петра Саркисян. Анна, ну вот по поводу этих средств, этих 55 миллионов, их ведь нет в бюджете, правильно? Почему вы говорите, что их нет? Это говорит Елена Буйневич. Ну, да, я с уважением отношусь к Елене Валерьевне. Она, возможно, то есть, смотрите, давайте не путать все-таки задачи департамента образования и задачи департамента финансов. Деньги в бюджете есть. Прошли те времена, когда чиновники могли ответить, что денег в бюджете нет, поэтому это невозможно реализовать. 9 миллиардов, поверьте, это колоссальная сумма. У нас не все одесситы понимают, что такое, в принципе, 9 миллиардов и сколько на эти деньги должно быть всего сделано в городе. Начнем с того, что вопросы ремонта возможно проводить в учебных заведениях только во время каникул. На каникулы дети уходят как раз на период новогодних праздников. Это совпало с окончанием бюджетного года. Поэтому деньги на ремонт и на обеспечение соблюдения норм пожарной безопасности заложены. Вот сегодня на бюджетной комиссии мы голосовали и включили это уже в бюджет 2018 года. То есть, это выделят уже деньги из бюджета 2018 года. Этот вопрос решен. Деньги будут выделены. Прямо сейчас привьем вас и дадим слово нашему корреспонденту. Дарья Сметанко находится в Киевском районном суде города Одессы, где выбирает меру пресечения активисту Сергея Стерненко. О подробностях этого вопроса узнаем прямо сейчас. Даша, тебе слово. Пожалуйста. Здравствуйте, студия. Мы действительно находимся сейчас в Киевском районном суде. Здесь должны сегодня выбрать меру пресечения для бывшего руководителя правого сектора Сергея Стерненко. Ему инкриминирует пособничество в сбыте наркотиков. На данный момент объявили перерыв, так как сторона защиты, адвокат и сам Сергей Стерненко подали ходатайство об отводе судьи. Дело в том, что, как объяснили сам Стерненко и адвокат, они узнали о заседании дела за 40 минут до его начала. Они находились до 16.20 как раз на допросе. Суд сам начался в 17.00 и у них не было достаточно времени для того, чтобы ознакомиться с материалами дела. В самом деле 77 страниц. Для этого судья дал технический перерыв в 20 минут, но за это время ознакомиться было достаточно тяжело. И поэтому как раз адвокат настоял об отводе из судьи. И на данный момент мы ждем следственного судью, который и решит, что будет дальше сделано. Пока мы ждем. И я вот хочу отметить, что здание суда охраняют нацгвардейцы. Мы сейчас их можем видеть. Поэтому мы ждем, находимся в здании суда и будем рассказывать вам в дальнейшем, что происходит здесь. Спасибо, Даша. Ждем от тебя информации. Дарья Сметанка у стен Киевского районного суда города Одессы. Там избирает меру пресечения Сергея Стерненко. Вернемся в студию. Анна Познякова, депутат Одесского городского совета. Анна, по поводу одесских школ. 55 миллионов есть или... Будут в 2018-м. Но сейчас, вот какой период, да, школы останутся без этих денег, ну, собственно, без ремонта. Ну, послушайте, еще раз повторяю. Невозможно провести ремонт в течение учебного года. То есть всегда ремонтные работы в школах проводятся во время каникул. Мы в сюжете услышали о том, что часть работ будет выполнена в период каникул. Это возможно? На Новый год в любом случае. Какие утренники и такое прочее дети будут вот в этих стенах? Ну, к сожалению, наверное, будут. Я уверена, что до Нового года это реализовано точно не будет, потому что мы говорим о проекте бюджета на 2018 год. Но поверьте, в тех условиях, да, в которых на сегодня мы оказались, оставить, что надо было? Оставить вагонку и нарушить нормы пожарной безопасности ради декорации как раз... Они же столько лет уже так... Смотрите, череда новогодних праздников, это всегда... Такой, знаете, пожароопасный период. Поэтому если мы выбираем между красотой и безопасностью наших детей, то я за безопасность. Ничего не случится страшного, если даже на период утренников где-то не будет вагонки. Ну, к сожалению, вот сложилась такая ситуация. Но, тем не менее, нельзя было закрыть на это глаза еще. Давайте еще две недели поживем в пожароопасном кабинете ради красоты и фотографии. А потом, значит, ну вот это всегда авось приводит к трагедиям. Но проблема в том, что это долгие годы, и никого это особо не волновало. Действительно не волновало. Вот то, с чего я начала наш эфир, что я еще в феврале месяце поднимала вопросы по пожарной безопасности, действительно это никого особо не волновало. Но на сегодня, к сожалению, только благодаря этой трагедии мы заговорили об этом. И нельзя, знаете, как в этом вопросе, нельзя давать слабину и отступать назад. Вот мы приняли решение избавиться от всех легко воспламеняющихся материалов в учебных заведениях. Это надо делать незамедлительно, а не ждать, когда замкнет очередная проводка на елке, на гирлянде или еще на чем-нибудь, не дай бог. То есть это вопрос, который, знаете, здесь не может быть полумеров. Услышали вас. Спасибо вам. Спасибо большое. Анна Познякова, депутат Одесского городского совета, была у нас в гостях. Далее новости по плану. Алла Есина ознакомит вас с последними событиями. После новостей вернемся. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова